МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уважаемая публика! Завод железобетонных изделий номер 2 представляет шестираундовый супербой в супертяжелом весовом дивизионе. А в красный угол ринга приглашается представитель Украины Игорь Пилипенко! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Игорь Пилипенко, боксер из Украины, из Запорожья. Первым выходит сейчас в ринг. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И сейчас нам представят следующего бойца. Владислав Вишев, хозяин ринга, боксер из Воронежа. В ноябре он провел здесь успешный бой. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Филипенко немолодой боксер. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И вновь Алексей Кособоков будет секундировать. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уважаемая публика, в синий угол ринга приглашается! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Владислав Вишев, Воронеж! Владислав Вишев сейчас выйдет в ринг. Боксер, который одержал на прошлом турнире победу. Не то чтобы убедительную, у него была травма руки. Мы с каким-то там парнем определили это. И оказалось, что потом в студии прямого эфира он признался, что у него травмирована правая рука. Но сейчас посмотрим, насколько он восстановился. И что покажет в этот раз. Возможно, это будет досрочная победа. Вы очень любите досрочную победу какой-то там пари? Под такую музыку, особенно, досрочная победа, мне очень нравится. Это Джеймс Браун? Да, я знаю. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Посмотрим, что тут будет. Опыт или молодость. Техника или характер, да? Да, хотя у... Ну, Пилипенко проводит уже сейчас сороковой бой. Да. Сороковой бой в карьере. Тридцать четыре он проиграл. Тридцать четыре проиграл. Пять побед, одна нокаутом, две ничьи. Но это пока рекорд сегодня по... По количеству боев. По количеству боев. И по проигрышам тоже. Тридцать четыре. К красному голову боец, который будет драться в красно-белых перчатках. И на данный момент его официальный вес составляет 110 килограммов при 197 сантиметрах его роста. Его профессиональный рекорд пять побед, одна из которых одержана нокаутом при 34 поражениях и одной ничьей. Дамы и господа, из Запорожья, Украина, Игорь Пилипенко. Постоянно бойцы с Украины участвуют в шоу в России. Это приятно. Великая боксерская школа на Украине. Его соперник, который будет драться в красно-белых перчатках с синей аккаунтов. На профессиональном времени это и Усик, и Гвоздик, и Василий Ломаченко. По-разному складывается судьба у них. Не только блещет, он прям пылает, я бы сказал. Вот смена, три победы, две из которых одержаны нокаутом и ни одного поражения. Дамы и господа, Владислав, Фишев, Воронеж, Россия. Украинец очень уверенно. Ну, посмотри, опять правая рука у него, да, украшена эластичным бинтом. Да. Рефери поединка Виталий Горчуков. Специально расскажет вам последние инструкции. Ну, посмотрим. Еще на удары по затылку, по спине ниже пояса не наносит. Какой-то добродушный взгляд, да, парни? Да, нет, Владислав, он вообще спокойный. Такие два богатыря, в общем, славянских, правильно? Да. Ну, что ж, посмотрим. Ровненькие ребята. Три боя. Три победы, две победы нокаутом у Вишева Владислава. Да. У нас шесть раундов опять. Украинец хорошо начал с корпуса. Ну, Вишев, конечно, танк немножко, он уверен в своей мощи, идет вперед. Не боится, да, встречного в корпусе, с правой сразу работает, отвечает. По-моему, Пилипенко уже выступал, я видел его в бои, по-моему, досрочно проигрывал их. Ну, я просто говорю, что на памяти я вижу, вижу фактуру, вижу фактуру, черты лица. Ну, вот мы видим, что Вишев с опущенной левой рукой. Как обычно, в принципе, у него так всегда. Насыпает потихоньку. Конечно, возрастной боксер из Украины. Насколько его хватит в таком темпе, потому что Вишев, конечно, давит. Тут надо постоянно смещаться. Сейчас надо просто Вишев пристреляться, пристреляться, пару раз попасть, и нужно определиться с дистанцией. Интересно, что чувствует боксер, который выходит как проходной и побеждает? Это просто работа, это навыки, это работа. Ну, что? Что он оборвал беспроигрышную серию какого-то просплющегося, восходящегося. Все прозаичное. Ну, это люди то, что умеют делать, они и делают. Кто-то с зубным врачом работает, кто-то боксер. Нет, я понимаю, я имею в виду, что чувствует он, когда побеждает такого, допустим, вещи. Ну, конечно же, ему приятно. Что еще одну птичку сбил, да, с полета? Да, да, так дерзко, дерзко готовит атаку Вишев. Абсолютно верно, действует украинец, работает в корпус. Вот. Да, молодец, украинец. Ну, год это берут свое, и скорость будет уходить постепенно, скажем, ура. Это понятно. У Вишева, конечно, мощь. Вот опасно руку опускает левый, все-таки Вишев. Очень опасно. Я надеюсь, украинец это видит. Ты надеешься, что он видит, да? Ну, я думаю, что игр зрячий. Хотелось бы в это верить. Но Вишев, он как каток, он потихонечку, потихонечку давит, давит, и он может задавить в итоге. Тут, конечно, надо смещаться очень много, а это тратится энергия. Которая и так, я думаю, что у Игоря немного. Опять Вишев не садится. Ну, а зачем тут угол такой стоящий? Нет, ну, если ты имеешь в виду прошлый бой, то я претензии предъявлял не Вишеву, а его сопернику. А, ну тогда да. Ты имеешь в виду не садится, а, в углу, я думал, он не садится в атаке. Нет, нет, в углу. В углу он не садится, да. А ему садится не надо, он высокий. Зачем ему садится? В прошлом бою, наоборот, садиться нужно было его сопернику, потому что соперник был ниже. Боксеры на середину. Собрано, собрано, Игорь. Вот так, хорошо. Как красиво полетела Капа сейчас. Сегодня уже в какой, седьмой раз, да, она вылетает? Ну, я не считаю, но достаточно часто. Ну, Капе тоже не всегда приятно. В нее бьют постоянно. Поэтому хочется как-то уже куда-то вырваться. Неплохо украинец на шаге пробивает. Ну, видно, что опыт-то есть. Опыт хороший. Ну, конечно. Правосторонней стойки работает российский боец. Он стоит фронтально прямо. То есть он иногда... О, хорошо! И не в той, и не в той находится. Стойки. Хорошо! Я по другу идем. Спокойненько, спокойненько. Торопись. Такой мягкий стиль, да, пока в ринге? Плавненький. Плавный, да. Никто не наращивает, все щупают. Плавленный сырок. Да. Средний, давай! Вот так! Кокус голова перевози! Перевозди кокус голова! Здесь боксеры, которые просыпаются гораздо позже, чем нужно. У нас Саша Поветкин не всегда с первого раунда работает. Это были боксеры. Это там Сергей Ковалев начинает с первого раунда уже, так сказать, агрессию проявлять. Так что здесь надо сейчас... Саша Усик долго разгоняется. Ну вот сейчас здесь, может быть, Вишева надо поймать. Какой-то такой темп свой, какое-то настроение. Разогреться, прогреться, не знаю, движок прогреть. Да, Вишева рука так и опущена. Не жди, уйди! И вот! Зайди за мной! Опять поменял стойку, вы заметили, да? Да, да, да. Периодически все это... Вот он все-таки ждет, когда устанет боец украина. Мы видим, что уже немножко... Гоняет! Да, да, да. Эльвань, нельзя давать пить! Я тоже нельзя! Нельзя давать пить, кричат украинскому спортсмену. А кто такой Леня, если его Игорь зовут? Не знаю. Тяжело не давать пить Вишеву. Парень большой, крепкий. Остановить удары тяжело. Почему-то его называют Леня. А у нас написано Игорь. Не забывай его! Да, Вишев вообще открытый. Он чувствует, чувствует дистанцию. Чуть длиннее, да, у него руки. И ломается у нас табуретка. В углу. Поэтому достают стул. Наверное, не очень хороший знак, да, когда ломается табуретка в углу. Вишеву-то она не нужна, он стоит. Видимо, решили уравнять шансы. Группа KISS сейчас у нас, да, звучит. И такой намек на поцелуй справа, да, перчаткой. Да. Вишев уже вышел. Осталось подождать Леню. Вроде бы, да, как у нас оказалось. Третий раунд. Ну что ж, пора, конечно, сейчас Владиславу-то наращивать обороты. Как-то затягивается пластинка. Песня. Не толкайся, тяжелый. Ну, конечно, в таком весе тяжело резко. Он моложе намного. И левая рука уже приходит, мы видим. Опять, заметь, опять внимание только к верхнему этажу. Да, конечно, это, ну... Мы уже обсуждали не раз в сегодняшней трансляции, что желательно все-таки... Определяется мастерство боксеров. Да, просто опять работа левый и правый в корпус. Левый в голову, правый в корпус на выход, да, уже. Можно на боковой или на прямой. Здесь привычные действия. Вишев, что украинец он... Может быть, думаешь, что так украинец сдуется? Я не знаю, я не хочу сейчас прогнозы делать и думать за боксера, но... И пошел обо него. Вот в корпус, наконец-то, первый удар левый. Поиграть надо, да, по этажам, чтобы обмануть. То привычка уже. Да, хорошо. Чаще конкурс, чаще. Конкурс переводи. Вставай, вставай. Вставай, вставай. Вставай, вставай. Убери. И левый на голову. На голову переводи. Собрано, собрано играет. Ручки на месте. Ручки собраны, вот. Три удара. Три. Никак Вишев не решится бить серию. Все, что-то одиночное у него. И опять за ним идет по канатам. Надо обрезать углы все-таки. Да, никто не взрывает темп. Все так плавненько у нас так и продолжается идти. Опять ждет Вишев. На отходе здесь надо было бить. Вишев выцеливает голову. Он его хочет нокутировать, видимо. Он сейчас правильно сделал. Украинец выбросил капу. Пауза нужна. Нужна Паула. Но в эту паузу ему ничего не говорят. Он просто для себя ее взял, чтобы отдохнуть. Конечно, отдохнуть, да, безусловно. Ну, молодец. Правила мед не запрещено. То есть после определенного количества падений капы. Ну, это мы уже дали. Пока все в норме. Сейчас еще минуту отдыха. Уже Станислав Вишев сел на табуретку. Не замечаем, да, что все-таки он решился. Рефери сейчас поинтересовался у украинского бойца. Готов ли он выходить? Тоже люди опытные. У нас это третий, да? Уже раунд. Четвертый раунд. Четвертый раунд, да. Как все долго у нас происходит здесь. Вишев продолжает двигаться. Стал, да, в сторону. Сейчас украинец сбивает прицел. Вставку делает на разовый удар все-таки, да? Да, Вишев надо, конечно, комбинаторик какую-то уже начать использовать. Не дает украинец. Высоко держит руки, двигается. По этажам нужно работать. В чем проблема? Вопросы к тренерскому составу. Может быть, действительно, рука у нее не обрела форму? Ну, может быть. Можно сдвоенной левой бить, почему нет? Покажи. Корпус, голова, никто не отменял. Да, что-то Вишев как-то так гладко работает. Микки Уорд это продемонстрировал нам в бою с Гатти очень наглядно, как это можно делать. Вася Ломаченко в бою, по-моему, с филиппинским боксером, когда повредил руку, он вообще одной левой работал. Вот так, вышел, не надо. И победил. Выше дивизион. Ну. Ну. Хочется метить туда. Да, пока ничего не делает. Вишев, он ждет, непонятно чего ждет. Инициатива, конечно, должна от него исходить. Ушел, хорошо, ушел, ушел. Если он хочет победить. Уже вишева, ушел от него, Игорь. Ушел, ушел от него, Игорь. Вот здесь взрывался. Ушел. Сближаться пошел сейчас. Наш боец. Давай. Давай. Двигайся. 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 У Вишева, я думаю, шансы есть попасть с дальней дистанции. На ближней-то не очень удобно. Ну вот решил он все-таки сменить курс и работать сейчас на ближней дистанции. Ну и в корпус пропускает он от украинского спортсмена. Пожалуйста. Украинец не рискует стартовать в серии тоже. Идет вперед, руки летят, ноги отстают. Украинец просто ждет. Явно он сюда не за нокаутом приехал, поэтому ему тут достояли последние секунды. Подустал, конечно, украинский спортсмен. На этом мы говорим уже третий раунд, что он подустал, но на поединке не отражается. Понятно, Вишев наседает, доминирует, но ни одной яркой серии мы не увидели. Он не использует это. Такие бурные поединки была, серия таких очень экспрессивных, да, и такой-нибудь небольшой, такая амплитуда упала, спад такой. Вот Вишев зачем вышел по такой спокойной композиции? Надо было выходить по что-то бодрое. От улыбки стоит всем светлее, конечно. От улыбки небе радуга проснется. Пятый раунд. Напоминаю, друзья, что мы работаем в прямом эфире. В Воронеже проходит большое шоу. Вечернее сегодня уже оно подходит к концу. Предпоследний поединок вечера. Бой в тяжелом весе. Владислав Вишев, местный проспект. Пятый раунд боя против гостя с Украины, с Запорожья, Пилипенко. Пока не креативно работает в ринге наш тяж. Очень вяло, медленно, не рискует. Несмотря на то, что украинец гораздо более возрастной боец. На прошлом шоу пожаловался на состояние своей правой руки Вишев. И, может быть, это рецидив. И пока не может он справа приложиться. Скорее всего, ответ получим сегодня в студии прямого эфира с ведущим. Возможно, да. Если Вишев победит. Ну, конечно, у меня в этом особо сомнений нет. Долго-долго. Да, все-таки Вишев не бьет вообще. Ждет, пока соперник прям откроется откровенно, чтобы туда вставить что-то. Так можно ждать до конца боя. Собраней, собраней, собраней. Навстречу не бьет. Вот сейчас был момент, можно было правой выстрелить. Давай, давай, давай. Не успевает он сориентироваться. В комментарии секундантов, только мы слышим. конец правильно сближается нет он не дает руку разгонять абсолютно верно все делает это не вижу даже в дистанцию ближнюю выходит а украина да вот все собаков сейчас продолжает консультировать бойца просит его поевать стройки прямые украинский боксер это выдумывает немножко ну что шестого раунд этого самого монотонного боя вечера хотелось бы конечно зрелище в этом весе но не сегодня видимо вот посмотри за эпизодами повторами сейчас скользящие удары скользящие удары попадает больше явно что по очкам возможно выигрывает но конечно таких возрастных ребят нужно побеждать более уверенно более начинающему боксеру ой-ой-ой-ой у нас тут не вытяжение да видимо до поддерживают украинского бойца сейчас зрители да 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 там разъехались ноги неудачный не решена проблема да все еще мокрый за пол ну и одна еще раз пауза который играет на руку украинцу все смелей комментарии секундантов с украинского love они верят своего воксера этой хорошо Вишев уже окончательно опустил руки, без всякой защиты действует. И украинский боксер пошел вперед, что очень странно. Заметил, что Вишев, бросая правую руку, не выпрямляет ее до конца? А, видимо, не может. Ну, вот может быть в этом секрет, Поли Шинеля. Может, там что-то ругаем, а да. Левая-то работает. Где удары в печень слева? Не стреляйте в пианисту. Вот! Еще ему носим! Еще! Еще! Котку с головой перевозить! Собранить! Сручки собрано! Переводи, Котку с головой, Игорь! Три удара! Три прямых слева! Да он уже от тебя убегает! Не торопись! Да, молодец! Украинский спортсмен, конечно, собрался. Концовка она твоя! Пошел вперед. Он ждет на один удар, не торопись! Не торопись, он ждет один, и все! Вот так! Пускай, пускай танцует! Давай, давай, чемпион! Три дай! Как его поддерживают? Давай, чемпион, говорит. Да, ну куда ты? Ты еще ляг? Это чувство, где горит степень. Что ты делаешь? Это килограмм будет. Игорь, концовочка твоя! Он чувствует, что ты выиграл! Собранить! Собранить! На встречу! На встречу! Давай! За ногу! За ногу! Не надо! Не надо! Не торопись! Собранить! Полминуты! Вы сами все слышите. Давай, давай, не дави! Комментарии излишни. Не дави на тобой! Да, бледный такой, бледный. Да, ничего не мог Вишек предложить в этом бою, к сожалению. Не делись! Не делись тут, где живее! Не делись! На слева! Да, молодец! Вот это бой показал украинский спортсмен. Вот это молодец! В 38 лет. Да? Выдержку, выносливость, тайминг какой соблюдал в течение всего боя. Мне послезавтра 49, поэтому я с трудом понимаю, что такое 38 сейчас. Это очень много. Я вам скажу по секрету, Алексей. Это очень много 38. Да, Вишев, конечно, не показал ничего сегодня. В среду 49, да. А 38 это уже далеко. Я уже не помню такие ощущения. Но гораздо более такие... Более легкие ощущения от жизни. Более быстрая реакция, да. Более быстрая реакция. Ну, в общем, конечно, есть кому поаплодировать в этом бою. Это, конечно, боец Украины. Но в последних раундах совсем уж фортуна была на его стороне, поскольку никаких активных действий его соперник из Воронежа не предпринимал. Да, Вишев, конечно, все сделал для того, чтобы украинский спортсмен побоксировал в конце. Итак, друзья, у нас еще один поединок. А после объявления победителя этого боя вновь внимание в студию прямого эфира. Более быстрая реакция, да. Большой рейд для Севеденова. Да и сам Вишев, наверное, недоволен. Ну, еще бы он был доволен таким боем. Как-то странно, странный бой, очень странный. Дамы и господа, после шести раундов бокса у нас есть судейское решение. И вот таким образом оно выглядит. Судья Мальчиков 54-60. Судья Даровской 57-59. И судья Кукин 54-60. В пользу победителя единогласным решением Владислав Вишев. 57-59 гораздо ближе к сути. Да, 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 конечно. Ну что ж, предпоследний бой вечера завершен. Сейчас Владислав Вишев, скорее всего, отправится в студию прямого эфира. С ним побеседует ведущий нашей программы в студии. А впереди нас ждет главный бой вечера в первом полусреднем весе. Итак, ждем интервью. Может быть, Владислав объяснит причину столь неуверенного, скажем так, выступления. Думаю, я не перегибаю палку ни в коем случае. Ну что ж, завершился и предпоследний бой сегодняшнего вечера. Его победитель прямо перед нашими телекамерами Владислав Вишев. Сразу же расскажи, какая была тактика и вот что пошло не так и в какой момент пошло не так. Тактика была, собственно, давить соперника. Сначала попробовал подавить. Вот, ну, наверное, подготовка сказалась. Сейчас не совсем все гладко подошло, ну, прошло в подготовке. А что не так? В чем возникла проблема при подготовке? Не хватало спаррингов. То есть я поехал тренироваться со сборной, но у них там неполадки возникли, они уехали раньше. Вот, и мне не хватило, собственно, недели, наверное, может даже чуть побольше спаррингов именно. То есть, ну, недоработка маленькая была. По пятибалльной шкале как оценишь в своем исполнении отбой? В принципе, у меня все получилось. У меня просто конкретного плана не было. Я не знал, как будет действовать соперник. Вот, ну, так я, в принципе, справился. Я думаю, ну, четыре с половиной. А сопернику как поставишь? Соперник молодец. Дрался до последнего. Дрался до последнего. Дрался до последнего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова